Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством культуров, художников Янка Марсель, израильский и румынский художник, архитектор, писатель, один из основоположников дадаизма, основатель деревни художников и скульпторов Пенхорт возле Хайфы. Родился в Бухаресте 24 мая 1895 года в еврейской семье. Параллельно с обучением в средней школе брал частные уроки на фортепиано, а также уроки рисования у румынского художника Иосифа Эзера. В 1915 году начал изучать архитектуру при техническом центре Цюриха, а в годы учебы в Цюрихе Янка принимал активное участие в модернистском движении, центром деятельности которого было Кабаре Вольтер. Это движение призывало деятелей культуры пересмотреть свои позиции в связи с терапаралитной войной, которая шла в те годы. Вместе с членом этого движения Хуго Балемом, Хансом Арпом, Ричардом Хюзеленбеком и Тристианом Царой, Янка основала в 1916 году новое направление в литературе и искусстве «Дадаизм» или «Дада». Я пользуюсь данными Википедии. Через некоторое время, в 1921 году, он отправился в Париж, где пытался убедить своих французских коллег в том, что «Дада» – это универсальное направление. Однако его доводы были отвергнуты на том основании, что все это каббала, то есть еврейская мистика, несовместимая с ясностью французского ума. Вернулся в Бухарест в 1922 году. В Румынии Янка основала первое в этой стране модернистское движение, которое издавала журнал «Кантемпаранов». Вместе с братом открывает архитектурное бюро, занимается проектированием домов. Свой второй румынский период продолжает увлеченно заниматься живописью. И уже в 1922 году открывается его первая выставка в Бухаресте, как и в архитектуре, так и в живописи. Его творчество находится под влиянием конструктивизма и кубизма, в настоящее время в Национальном музее искусств Румынии выставлены работой художника. В 1938 году он впервые побывал в Палестине, а в 1941 году, после первых погромов против евреев в Румынии, перебрался с семьей в Рец-Исраэль. Сырился в Тель-Авиве, работал архитектором в мэрии города, готовил декорации для театра Камерии, который был создан в 1944 году. Планировал виллы, участвовал в планировке национальных парков. Участвовал в местных выставках, также в выставках во всемирно известных музеях Венеции, Парижа, Нью-Йорка и других городах. Был одним основателем художников «Новые горизонты». В него входили многие видные художники Израиля того времени. По словам Давида Геллади, динамика работы Янка отражала бушевавшие в нем чувства. Однако, в отличие от некоторых своих коллег, художник не намеривался просто шуметь при помощи красок, а наполнить работу содержанием. 17 лет своей жизни он посвятил преподаванию изобразительного искусства в колледже Хакибуцину. Выступил с инициативой создания деревни художников «Энхот» у подножной горы Кармель, Южный и Хайфу. Янка спланировал место для будущей деревни и поселился там вместе с организованным группой художников. Янка называл этот проект «последним действием в духе Дада». Позже он участвовал в подготовке музея Янка Дада, открытого в деревне в 1983 году. Умер Марсель Янка в апреле 1984 в «Энхоте». Вот так, вкратце, данные из Википедии. Все, что удалось найти о израильском, румынском художнике, архитектора-писателе Марсель Янка. Кстати, он был одним из основоположников дадаизма. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!